здорово бандит в этом видео я тебе расскажу про стального охотника как вы уже поняли даже тот кто не следит за новостями стального охотника включили на целый месяц и как это так линию фронта мою любимую этом серебрышка фармлю включили всего лишь на недельку этот зачем он этот вот это стальной охотник кто-то мне вообще играет на месяц но такое ощущение что это все сделано лично для меня поскольку в стального охотника я уже сыграл за пару дней больше чем в линию фронта за неделю мне лично стальной охотник более-менее нравится поскольку там интересный геймплей я же захожу в игру для чего чтобы бодро весело поиграть чтобы было там содержание самое главное интересно и по геймплею не душно и вот мы на одну чашу весов ставим линию фронта а на другую стального охотника по геймплею по насыщенности по содержанию стальной охотник перевешивает линию фронта целиком и полностью тем более в стальном охотники тоже можно фармить серебро там включили экономику там работают резервы клановые резервы ваши личные там работают бонусы от взвода там чё только не работает там реально по 60 по 100 тысяч за бой я лично фармил и серебришка потихоньку капает но я даже на него особо внимания не обращаю потому что что я занимаюсь содержательным насыщенным геймплеем который там есть и в него интересно играть да не все так радужно и этот режим который делается уже многие годы я бы не оценил 10 из 10 я все же его оцениваю на фоне линии фронта на мой взгляд геймплей линии фронта это просто блеклое нудное ничтожество стального охотника я оцениваю как в целом не чё так иногда даже интересно и весело за некоторыми исключениями и особенностями про которые я и хочу поговорить и вам рассказать во первых у нас здесь имеются бои взводами что тоже имеется и в линии фронта но линия фронта не интересно вообще хоть взводом хоть не взводом это все равно нудное фоновое говно и во взводе можно конечно посидеть пообщаться но все равно все сидят вялые унылые и грустят единственное как я смог хоть немножко поиграть в линию фронта это на новом аккаунте где нет ничего взять в аренду какие-то там танки где нет ни экипажа ничего и поскольку их было мало мне приходилось выживать потеть на танке и было чуть-чуть интересно поиграть в выживание просто в линию фронта играть вообще не интересно ну и про тот великолепный фарм который все говорят в линии фронта на самом деле в рандоме серебро фармится быстрее я думаю уже многие это давно заметили стальной охотник он интересен и в соло игре и во взводе поскольку какие-то события происходят разные там боевые ситуации смешные и грустные эмоции прыгают вверх вниз что-то происходит непосредственно в этом режиме есть геймплей и он насыщенный и когда ты играешь с другом это вдвойне веселей в тройне и даже когда играешь сам до некоторые катки не интересны бывают грустные но половина примерно каток очень даже насыщенный и оставляют какие-то впечатления прикольного геймплея теперь поговорим про недостатки стального охотника поскольку не все так радужно стальной охотник классный режим на фоне остальных картошкиных режимов остальные картошкины режимы это параша чтобы стальной охотник был лучше парашей ему всего лишь нужно не быть говнищем вот и все что хорошего в стальном охотники в нынешней версии которая есть сейчас а я вам напомню что он уже делается много лет и первый раз я поиграл в стального охотника когда он еще был на тесте и все это игралось не на этих картах три штуки которые сейчас есть а сейчас у нас три карты зона 404 оргазар 404 и фернульфир какой-то первый раз стальной охотник игрался и он вообще не назывался стальным охотником а был просто каким-то танковым батл роялем на карте линии фронта как ни странно стальной охотник пошел оттуда это карта первая летняя линии фронта она была еще не доделанная кривущая там мосты были просто квадратные кубы какие-то там все текстурки были еле натянуты сикость-накость но играть было весело и прикольно там тоже можно было на земле кружочки эти собирать с лутом всяким прокачивать свой танк но разнообразия танков там не было ты просто качал свой один танчик и все так делали и все весь геймплей игрался на скиле и уже было супер интересно можно было целыми днями играть было очень прикольно и весело но там еще было все кривое куча багов но даже с кучей багов было играть прикольно и вот мы уже сейчас имеем название стальной охотник три карты 8 танков и каждый из танков имеет два вида прокачки причем там можно выбирать каждый раз из двух вариантов там можно по накачать вообще такого в общем разнообразие в прокачке и в количестве техники выросла многократно также еще и карт аж целых три и они очень рельефисты с кучей холмиков укрытий домов карты очень насыщены для рубилова именно то чего не хватает рандому в рандоме карты либо две там три позиции на одну команду и столько же на другую полтора куста рабочих и все просто мусором присыпано и готова на картах стального же охотника изобилие позиции холмов игры от рельефов всего в избытке играй как хочешь но в этом есть и недостаток допустим когда ты качаешь какую-то лтшку и прокачиваешь на максимальную скоростью по этим колдоебином ездить очень сложно поскольку танк на них прыгает во все стороны сам куда-то доворачивает поворачивает крутится вертится переворачиваться и часто бывать что и разбивается благо тут есть авто переворот но пока ты там авто перевернешься на своем танке тебя еще и могут загасить в общем и целом разнообразие в этом режиме выросла и качество этого режима уже в принципе к нему слова качество можно применять мне нравится стилистически как в этот режим выглядит нравится и озвучки и как все выглядит все четко и классно лучше и не скажешь но что же не нравится во первых говорят что в этом режиме много багов я ни одного бога не видел но раз люди говорят наверное они где-то есть может быть когда-то и у меня будут вот допустим я играл с найсом и в него там что-то игра то ли выкидывал а то ли сворачивалась пару раз хотя прошлый раз такого не было но это то ли у него из обновления windows то ли хаза из-за чего у меня ни разу ничего не было один раз когда я появился на карте в начале боя у меня танчик немножко боком упал но все равно стал на гусеницы и стоял то есть он не упал ни на крышу не на бочину все нормально немножко неровно упал в начале шок остальные проблемы которые в этом режиме есть они в принципе есть и в самой игре физика картошкин она тоже здесь есть и на высоких скоростях когда танки врезаются все так же и происходит не всегда приятно также камера которую косоебит из-за трупиков и за укрытие когда входишь выходишь из прицела тут тоже все есть но это не проблема режима это проблема всей игры и еще одна причина по которой вам может не понравится этот режим это если вы выберете танк и прокачку у него которая вам не будет по душе не нравится и вы неправильно ее будете реализовывать неправильно на ней играть я когда первый раз зашел в этот режим в этот раз когда его включили мне тоже чет не особо понравилось было скучно не весело не прикольно бои какие-то происходили вялые не интересные но я начал каждый раз выбирать другой танк другой 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 и вот я дошел до китайской лтшки почему мне не нравится допустим тяжелые танки в этом режиме они мне не нравятся поскольку если я играю один мне скучно я медленно куда-то еду доехал до кружочка стал и жду когда его там заберу дождался поехал ко мне враги приехали я начинаю с ними стреляться как есть так и стреляясь потому что я медленный никуда уехать не могу что вокруг меня происходит то и происходит я на ситуацию вокруг себя не влияю мне это скучно неинтересно я хочу бодро весело рубиться поэтому это нудно поэтому все тяжелые танки сразу я отбросил и послал их лесом потом я сел на истошку стало веселей стало веселей но но происходили моменты когда я не справлялся с некоторыми танками поскольку не вывозил их приходилось убегать но на истошки нет всех убежишь допустим лтшки некоторые побыстрее ездят в общем и целом на среднем танки было норм но как-то недостаточно я решил что может быть и пожестче и тут я сел на французскую лтшку орликин который уже у нас принципе давно в этом режиме но он слабенький он бумажный слабенькие пушечки да там его конечно можно раскачать и как в бачат и как в лтшку какую-то и барабанные пушки и двустволки но каждый раз у меня все время получалось какая-то жеваная дрысня я был супер слабый меня все обижали я не успевал быстро прокачаться да я понимаю что это быстрые танки на нем надо за счет скилла везде по карте носиться там что-то пострелять подлутать и быстрее раскачиваться для того чтобы составлять конкуренцию всем кто есть на карте но у меня не получалось ну не получалось его бросил забил на него сел на другую лтшку у нас есть еще китайская лтшка и на ней я практически как сел первый раз так всегда на ней играю причем там есть несколько прокачек и в барабанную пушку и в скорострельную пушку и даже там как-то можно фугасницу огромную какую-то получить но я в основном играл с этим барабанчиком который стреляет за раз по две пульки и плюс это еще и барабан я выигрывал и на скорострельной пушки без барабана и почти выиграл на фугасница но я на ней только один раз играл но я чё-то начал этот барабан качать он какой-то прикольный такой и все по сути там все три пушки играбельные весь танк прикольный почему он мне понравился и зашел и мне на нем весело и прикольно и к чему я это рассказываю сейчас тоже объясню во первых он не такой унылый в начале как допустим орликин на мой взгляд поскольку как только ты начинаешь прокачивать эти пушечки барабанчики плюс у него есть снаряд с поджогом что ты можешь на нем сделать на этом байланге именно так он называется во первых за счет барабана можно быстро много накидать урона за счет снаряда который поджигает можно еще быстрее больше урона влить плюс у него немного бронированная башня и когда мы в клинче с лт-шкой бодаемся они часто не пробивают особенно если стреляют на автоприцеле они постоянно в центр маски стреляют и ничего не пробивают то есть мы не абсолютно ватный танчик мы можем много нанести урона за короткий промежуток времени плюс мы быстрый танк за счет чего мы не скучаем и быстро по карте все делаем можем подъехать где-то порубиться кому-то подсосаться постреляться и уехать если нам надо и быстро полутаться по карте и порубиться мы можем чуть ли не самого начала и мне этот танк зашел потому что я не такой вялый и всратый в начале я могу много влить урона за короткий промежуток времени и я быстро ношусь по карте от чего мне не скучно но какие минусы есть главный минус наверно в том что пушка не опускается практически вообще а карты все супер перекопанные перерытые и в основном они напоминают тупо какие-то окопы и это главная сложность от которой может пригореть жопа но в целом можно приловчиться применить все свои способности и скилл для того чтобы проанализировать своими глазами рельеф и понять где как правильно танк наклонить чтобы пушка опустилась вот и все а в ближнем бою в основном на автоприцеле вокруг танка ездишь стреляешь поджигаешь сжигаешь побеждаешь все плюс еще есть у нас скилл прикольный это себе в помощь вызываешь маленький танчик который едет сам автоматически что-то там пукает и даже какой-то урончик тоже набивает в нем всего там навсего 500 хп но на него тоже надо отвлечься стрельнуть если его хочешь завалить а то он будет вокруг тебя ездить и надолбит неплохо так урон чека какие проблемы у этого танка есть против супер жирных танков может не хватить на барабанной пушке урона который мы можем нанести за короткий промежуток времени уедем на кд огненный снаряд он не бесконечно врага поджигает если враг переживет это все отхилится то мы снова приедем и ничего не сделаем а мы легкий танк у нас хп немного так жестко отхиливаться мы как некоторые тяжи не можем в общем и целом нашего взрывного урона может не хватить а по живучести враг нас переживет и за счет этого иногда мы можем просто не вывести такие ситуации бывают против каких-нибудь там немецких тяжей или против кранвагена который тут тоже может появиться против них бывает тяжело но к чему я это рассказал теперь мы пришли к тому что танков 8 и они в каких-то ситуациях сильные против некоторых танков сильные против некоторых слабые это как карты допустим или шахматы одна фигура бьет другую но сосет у другой поэтому чтобы не грустить в этом режиме что нужно сделать во первых подобрать танк который вам понравится по геймплей вам будет нескучно весело прикольно и вы будете понимать и правильно использовать его геймплей подберете свою прокачку и кайфанете для этого нужно потратить время разобраться и все это оценить и попробовать а следующее это понимать с каким танком вам хорошо драться а против некоторых лучше убегать и в таком случае вы будете более менее правильно играть в этот режим и получать какой-то кайф от геймплея вот в принципе все что я хотел вам рассказать я поделился с вами своими впечатлениями ощущениями и мыслями по режиму стальной охотник на данное время то как он сейчас вышел какой он есть и что я ощутил поиграл в него пару дней причем довольно таки много я играл обязательно пишите в комментариях что вы думаете про все это про этого стального охотника с вами был варчик играть красиво пока